Всем привет, мои дорогие! Мы сегодня, выходной день, решили провести в Воронежском государственном заповеднике. Что-то как-то думали, куда поехать, куда податься, ну и решили съездить. Тут вроде как у нас рядом сколько километров от него? Километров 20, наверное. Пойдем побольше. Чуть-чуть побольше, да, совсем чуть-чуть. В общем-то тут практически рядышком, так что едем к бобрам. Ну а что, бобры? Да почему, ну там же есть не только бобры, там волки есть. Бобры там, бобры. Кстати, да, Диана когда ездила, она привозила тут нашу статуэточку. У меня по-сейчас она стоит, наверное, когда она, не знаю, почему-то. Эта статуэточка, забыла, где стоит на полочке. Вот, бобры там в основном. Ну, конечно, там есть и другие зверушки. Ну, не знаю, там еще работает все, где-то там приедем, вообще ничего нету. Ребята, подъезжаем. Вот, кто не знает, въезд в Малую Приваловку, да, в Оранжевскую область получается. Да. Что с одной, что со второй стороны получается. И получается, если ехать по главной дороге, здесь есть указатель, да, сейчас вот мы поближе подъедем. Если с Воронежа ехать, да, и от нас с Усмани с Левицкой области, через Малую. Только не в Большой Приваловке, а именно Малой Приваловке. И вот он, указатель, да, стоит. Воронежский биосферный заповедник, два с половиной километра. И вот, дорога к бобру. Вот, пожалуйста, все, да, заблудиться здесь, в принципе, нереально. Ну, я же говорю, ребятка, бобру идем. Да? Сейчас заблудиться, сразу у бобра и окажешься. Почти приятно. Да, только самое главное, не спешить, потому что дорога по лесу идет, вся, поворот на повороте. Ага. Ну... Зверушки тут всякие. Ну, зверушек, в основном, здесь никто не сбивает, редко. Забивают там, на трассах, да. Потому что здесь, в принципе, я мало слышал случаев таких. Ну, просто здесь, действительно, поворот на поворот. Просто за кустами практически ничего не видно. Если где-то пойти на облон или еще что-то, то можно, в принципе, и попасть. Еще один переезд. Вот местные бобры идут. А, вау, нет. Местные жители. Скорее всего. Что-то они как-то даже и не хотят уходить. Ну, им очень-очень хорошо. Ну, я понимаю, просто... Ладно, не будем. Добро пожаловать, ребят. О! Бобры! И тут уже олени. Нас встречают. Вот сколько на стояночке здесь авто. Но это, кстати, мало. Бывает больше. Намного больше. Куда он поворачивает. Угу. Правила поведения. Пойдем почитаем. Пойдем почитаем. Прежде чем на территории заповедника. На олени не садиться, на них не скакать. Сейчас с бобрами пойдем подготовить. С олейными. Выбирай, с кем будем. А это еще не олень или олень? Нет. Это вот олененок, наверное, с мамой, да? Ну, да. Он бобек. Сейчас сюда пойдем, ребята, посмотрим, что тут есть. Я тут уже лет двести назад, наверное, была. Не помню, когда в сей раз здесь был. Вы меня пропускаете вперед, и меня сейчас выгонят с камерой. Скажите мне отсюда. Так, ребята, к переберечке. Как интересно. Идем. Так, это музей природы, ребята. Я в карман положу, не забудьте. Ну, как здорово здесь. Так, с чего начнем? А, вот отсюда пойдем. Ой, какая прелесть. Поединок. Столкновение оленя. Это что, волк? Волк. Волк обыкновенный европейский олень. Смотрите, какая красота. Да. Ой, какая прелесть. Так, здесь вот вся история. Блин, я такую обожаю, конечно. Если вам интересно, потом на паузу поставьте, ребята. Посмотрите, почитайте. Я, конечно, постараюсь помедленнее. Вот здесь 10 апреля 32-го года началась история Вокровского запаса и домика. Так, поймите, да? Какая интересная тоже экспозиция. история создания тоже водный мир подводный мир прелесть рыбы такие бобры очень красиво прям вообще сказка попробую сделать фото так вот и сделал сейчас еще здесь посмотрим ну вот так вот ребята сделаю красота так ладно идем дальше здесь кстати два этажа очень красиво здесь я кстати не было детишки видимо рисуют делают ой а что ты там на чем залип я тоже хочу посмотреть посмотри поближе там нет фокус не сломить там не надо ничего увеличивать нам и так видно красавица а вот как бражник павлини глаз но тут всем известная да галатея мраморных хрущ богомол вот тут конечно вообще целая прямо поперек блин какие не классные смотрите обалдеть а вот дерево жуют ух ничего себе там целая семья блин как красиво даже вот увидишь вода щуки он для посмотри там рыбы плавают внизу там все там рыбки какие-то ну это просто а вот щука ну это так сделано я поняла просто красиво да так вообще супер лягушка ой а вот бобрюшка да я пойду а кто это это я даже не знаю мудряя какая-то написана кстати должна быть я не знаю кто это сейчас я вам скажу быть неправда это кто там получается шуба у тебя из неё шуба у меня так мы не будем сейчас меня все смотрят и зелененькие тоже так а вот насекомые какие-то сидят там и как все главное все это так реалистично вот моя камера даже вроде снимает хорошо но вам не передаст на вот это кувшинки какие красивые уточка плывет ой здесь прям надо вот задержаться на этой картине но это не картина вы поняли да что все это как бы это вот макеты как живые как все это консервировали туда конечно все ребят я под впечатлением а когда я под впечатлением это очень хорошо кстати что там же не рассматривает бабочек зачем их так можно смотреть вот я кстати если честно не очень смысл вот в этой лупе вроде так их видно хорошо зачем почему такой вкусный это вот этот желудок и про него смотрите вообще как какая информация кстати полезна детям школьникам я не знаю которых вот сюда да просто должны я не знаю водить на экскурсию чтобы показать вот эту красоту вот как как ты считаешь что мы здесь живем вон там где пойдем посмотрим там замок принцесса альденбуржская чтобы вы понимали воронеж а здесь федер первый корабль стоит кота до которого еще не добровась нет нет я там была но внутри нет может как-нибудь ребят мы с вами попадем а сейчас мы пойдем на второй этаж и будем смотреть красоту там же на второй этаж где подняться а ты чё вот это не видел ксты такая прелестная картина подводного мира смотри вот это щука я хотел сказать черед ну да ладно да наезд бобренка вот она пищевая цепочка ребят я думал бобер у меня все просто кто но это тоже вот здесь а циферки уже есть речная выдра я уверен выдра какая сколько впечатлений а чё плохо хорошо когда я на позитиве огонь и пушка понятно ребята все на второй этаж идем мучим все мои дорогие поднимайся второй этаж а мне здесь нравится здесь прям так хорошо я узнаете люблю посещать музеи когда ты ходишь за тобой не по пяткам не ходят кстати вот мы отдали 1050 за посещение вот это это по это природные короче за два музея модель там мы с вами какая прелесть каба не семейство суши я прям с этим кабаном хочу сход фото будет плохой потому что здесь сюда да да мы идем птичка немножечко свет видите стекло как бы бьет но красиво здесь какая семья кабаны одна из групп обновленных начале нового века ну и так далее по тексту так а здесь еще благородное семейство благородный олень и белка обыкновенная вот как они такой красавец вот белочка смотри сейчас это геленджик напомнил когда белочек кормили а белка кстати тоже кого-то хавает там птичку как вы красавец стоять она тоже кого-то есть просто на этом макете белка дело знаешь кого это птичка хотя бы милая зверушку я не знаю там удачи вот сейчас не захотите потом покажу птичку полить присаживаются вон воробей сидит кстати а тут ребята целая жизнь кипит смотрите и грибочки блин вот они едят конечно птичку это вообще не для слабонервных картина внутри и прям едят тут хотя все кого-то едят а вот вот это милая змею симпатурка в отличие от других участников данного квеста она никого не жрет хотя бы а вот эти вот все кого-то едят ё-моё блин а кого она ест утку утка 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 ее прям просит не ешь меня это вот хотя бы я вот ну так все другу кого-то живут ну так все другу кого-то живут ну так все целая пищевая цепочка все кого-то едят вот кстати тоже на меня сидит нет он ее в есть собрался да ладно он ее съест какой он вообще конечно птица огонь сова мне так нравится это вот сова же да по-моему где тут написано должно быть а нет змеи яд большая синица орел карлик ястребтит и ты ребятник ребят все короче понесу а это вот кто такой классный орел уже сидит могильник ушастая сова орлан белохвост чиглок чиглок это чиглок ну чиглок чиглок в этом случае не могильник сидит нет короче вот этот вот орлан белохвост ну красивый такой огромный прям его потрогать хочется но сожрет так сожрет очень красивый очень красивый и все кто ест и все кого едят ну че уж там мой зайка заяц беляк вот реально заяц не кролик даже цапелька белый аист сама тырин цапелька блин птиц серый гусь гусь малая поганка это про гриб наверное а нет это птица все понесло мне серый журавль смотрите какие классные вот сейчас я потихонечку подниму ну здесь не все здесь вот дальше они прописаны балабан махноногий конюк серестель снегирь серый сорокапут селезень тряквы кряквы господи ну чеся кедров которых танец я даже не знаю зверушек выхухоль понятное дело европейская норка вот она видимо красивая рыба вот есть большой кран шнеп красно брюхо и жирлянка лебедь коряков какие же они красивые ой а там вверху смотрите идет елка что ли ой 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 так здесь что зайка серенькие птички какие красивые кстати в полюте есть прям вообще обалдеть вверху тоже красотой вверху тоже вот там впереди смотрите картины маслом там целая вообще не знаю эпопея так вот мы все посмотрели я всегда издали вот так смотрите давайте посмотрим тут целая история прям вообще и все время все кого-то едят да что ж такое-то да вот когда птичек в природе видишь ты же не задумываешься что они так едят друг другу это же больно тут кто-то зарослых ну фокус потерялся что ж такое ладно не будем вот вот висит красиво как она а тут вот жабочки сидят ну все я фокус теряю бабочки ну красота а так что это за композиция мы с вами не прочли так пойменные альшаник это вот что серые неясыть вальш тнеп барсук обыкновенный коростель болотная черепаха большая вип черный коршун кряква камышница озерная лягушка чуть чуть вот так вот чтобы вам было видно а и вот они все пронумеров трясогуска белая зимородок серая цапля уж обыкновенный еж белогрудый певчий дрот яндовидная собака гнездо певчего дрозда обыкновенный дубонос гнездо синицы и гнеза у него собственно композиции давайте еще раз на нее взглянем ой ежик какой милый а здесь кто вновь что ли какой то я там читала надо уже вдумываться птички палят вот как так можно делать такие не знаю макеты это ж целое искусство так а здесь уже другая стуля вот голод ест желудь ничего себе он его как ест а это кто такие милые ой какие красивые смотрите красота грибочки ну ладно мы не будем уже вдаваться в истории этих птичек просто с вами посмотрим вот так мы будем ходить очень долго грибы дядю дядю где дядю где дядю а вот дядю а вот дядю ой ой какая прелесть кого же она ест тоже ест кого-то сова ничего себе как она его смачно ест это ж обалдеть да лесная сова лисицы ее добыча уже я думал где же добыча вроде лица подожди дядя добычу а вот мышь кричили видимо что то мы мышь добыча ну вот же лисицы ее добыча И тут получается мама лиса, это ее семья из норки там вылезает, какая прелесть вообще. Маленькие красивые, а большие? Не большая вообще красавица. Лисы красивые. Да не все тут красивые. Только жалко, когда они кого-то едят. Мам, без этого им не выжить. Собрать в твоих малых. Змей? О, смотрите, как чучела помогают спасать животных. Ага, вот тут написано информация, изучать будем, я тоже буду. Давайте дальше, в смысле все, а здесь я была, да? Так ладно, сейчас тогда ребятки несколько фоток и на этом все. Все, уже в следующем видео тогда выставлю вам другое интересное, что я здесь увижу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok